Окончательно, так сказать, обнулились основы демократии, обнулилась мораль, нравственность. Это триумф абсолютного произвола властей. Путин готовится к реальной войне с народом. По большому счету, Путин выбрать, даже эти выборы он проиграл. Мы же видим, что какая мировая реакция пошла на путинский позорный полиписцит. Жесткая реакция, контактов не будет, серьезных. Будут дополнительные санкции. Сегодня прозвучало очень жесткое, очень жесткое заявление Международного комитета Сената США. Скандал, который в первую очередь объясняется растущим ответом на вот этот воинствующий антимирканизм российских властей. И он будет чреват последствиями, тяжкими последствиями для России. Итак, политик Геннадий Гудков уверен, Владимир Путин окончательно утратил легитимность внутри страны и еще более маргинализировался на международной арене. Таковы итоги обнуления, которое только что состоялось. Почему то, что произошло, является величайшим позором в истории России за последние десятилетия? А также, при чем здесь новые готовящиеся американские санкции, которые на этот раз, похоже, будут введены уже лично против российского президента? Об этом и многом другом мы разговариваем сегодня с нашим собеседником. Мы только что получили результаты так называемого голосования. По официальным данным Кремля, 78% за обнуление. Скажите, пожалуйста, вы вообще верите в такой результат? Ну, я же все-таки человек со здоровой психикой и прекрасно понимаем действительность, чтобы верить в такие сказки. Но я могу сказать, что задание Кремля перевыполнили избиркомы, потому что у них был спущен план порядка 70% явки, 70% за Путина. Понятно, что в припадке служебного ревения и холуйства эти избиркомы приписали еще там 8%. Поэтому задание Кремля – фальсифицировать выборы – сделано, выполнено. Какие-то цифры сейчас называются, сейчас можно называть вообще любые цифры, 146%, 234%. Не имеет абсолютно никакого практического смысла и значения. Это позорище, которое было устроено в России, скомпрометировало российскую политическую жизнь окончательно. По большому счету я вообще предлагаю 1 июля назвать днем обнуления, таким мемориальным днем, когда обнулилась Конституция России, обнулилась основа демократии, обнулилась мораль, нравственность, обнулился голос народа, ну и так далее. То есть уж день обнуления, так день обнуления. И я абсолютно считаю Путина с сегодняшнего дня, с вчерашнего дня нелегитимным президентом. Я не признаю результатов вообще всей процедуры, она абсолютно порочна, с точки зрения закона, от начала до конца. Все эти поправки, все эти космонавтики, сумасшедшие своими идиотскими предложениями. И, конечно, ничего иное, как захват, насильство и надержание власти, вся эта процедура из себя не представляет. Это абсолютно антиконституционно, противоречит нормам международного права. И будет в ближайшее будущее разоблачена как попытка государственного, вернее, как совершенный государственный антиконституционный переворот. И вся историческая, политическая и очень надеюсь, что уголовная ответственность ляжет на организаторов вот этого действия. Вот этого преступления, по большому счету, против России, против российского народа. Два близких к Кремлю источника сказали в беседе с РБК о том, что это триумф. Скажите, пожалуйста, как интерпретировать эти слова? Что значит триумф для них? Триумф над кем? Это триумф фальсификации, триумф бессовести, бесстыдства вот этой вертикали чиновничьей власти. Это триумф аморальности, это триумф лжи и вранья, которые мы сегодня увидели. Это триумф абсолютного произвола властей, и это, по большому счету, похороны сегодня Конституции, цивилизованного, безаварийного будущего России. И это прямой путь к катастрофе масштабной, гражданской катастрофе, которая уже не загорала. Вот если это считается триумфом, то это такой триумф. Обычно такие вот слова употребляют, когда ведут войну. И у меня такое ощущение, что российские власти в настоящее время ведут войну против собственного народа. Именно так я воспринимаю вот это заявление. Ну, это пока такая война, но она информационно-политическая. А на самом деле власть готовится к войне с народом совершенно по-другому. И мы видим, что даже в период кризиса, в период подготовки вот этого позорнейшего голосования, произошли важнейшие события. Это полностью снятие ограничений в стрельбе по народу со стороны силовых структур. Теперь они будут мотивировать это служебной необходимостью, что освобождает их от всякой уголовной и юридической ответственности. Закуплено 3 миллиарда новых автозаков. Закуплено 37 тысяч наступательных гранат для Росгвардии. Еще раз подчеркиваю, что это гранаты ближнего боя, ближнего радиуса действия. То есть это как раз в потолке, который тебя окружает. И закуплено огромные партии новых электрошокеров, которые, ну, по большому счету, будут применяться против народа. То есть Путин готовится к реальной войне с народом. Он понимает, что протест основной, который будет в самое ближайшее время, протест экономический, социальный. Людям просто банально нечего есть, банально нечего будет кормить детей. Миллионы людей потеряли и еще миллионы людей потеряют работу, доходы. Схлопнется значительные сегменты российского бизнеса. Нефтяной кризис, газовый кризис добьет экономику окончательно. И, в принципе, Россию ждут тяжелые времена, мрачные времена репрессий, мрачные времена противостояний, гражданских конфликтов. Это неизвестно, чем это кончится. Может быть, это даже кончится большой, новой гражданской войной, как это уже было в начале, как раз ровно сто лет назад, в начале прошлого века. В первой четверти прошлого века. Глава Чечни, Рамзан Кадыров, дважды за последние несколько дней выступал с заявлениями. Сначала он сказал, что, а почему бы действительно не сделать правление Путина вечным? Ну, я думаю, что он опоздал, Пампилов уже все сделал. Да, ну вот сейчас он первый поздравил Владимира Путина, ну, точнее, российский народ, на самом деле, формально, да, он к нему обращается. Но вот у меня такой вопрос возникает. И что значит появление Кадырова вот в этих условиях? Учитывая, кстати, что ведь он формально является просто губернатором, но только он из всех губернаторов, из всех глав региона выступает вот с такими вот поздравлениями. Почему именно ему, так сказать, делегировано вот это символическое действие? Ну, Кадыров спит и видит себя хозяином Кавказа, который бы по большому счету стал там доминировать. И он присвоил себе функцию такого ньюсмейкера кавказского. Ему малые рамки вот той диктатуры, которую он устроил в Чечне, поэтому он хочет распространить эту диктатуру и на другие соседние области. Но мы знаем, он то на Дагестане пытается какие-то, так сказать, свои эксперименты провести, то на Ингушетии, то там еще какие-то делают заявления. Но надо понимать, что Кадырова ненавидит очень многие силовики в окружении Путина. Это абсолютно, так сказать, известная информация. И, конечно, он никуда не придет. Он пытается отстоять таким образом свое. Это, я думаю, что тоже один из приемов защиты. У него слишком много врагов в стране, и он хочет обеспечить свою защиту вот близостью к телу, особыми, так сказать, отношениями, особыми поздравлениями, ну и так далее, тому подобное. По большому счету это тоже какая-то защитная реакция. Слишком много врагов. Ну и он, в принципе, человек довольно-таки склонный к эпатажу, склонный к пиару, склонный к тому, чтобы делать странные, порой очень спорные и даже неприемлемые абсолютно заявления, принимать какие-то решения. Я думаю, что это вот склонность, это особенности характера хеченского диктатора. Скажите, как вы думаете, за что голосовали те люди, которые все-таки отдали свой голос за? Они вообще понимали, что они голосуют за абсолютную монархию? Конечно нет. Был полный обман. Голосовали люди с... Ну, кто... Во-первых, давайте так. По большому счету, Путин выбрал эти... Даже эти выборы он проиграл. Они же во власти прекрасно понимают, что они не способны... Никакие выборы уже выиграть. Все, больше они никакие выборы выиграть не могут, кроме тех, которые зачищены, подавлены, фальсифицированы и так далее и тому подобное. Но нет никакого там голосования за Путина. Мы все это прекрасно понимаем. Там участки, в которых где-то было обеспечено введение, резкие участки, они дали картину даже при всей зачистке поля, при всем надомном голосовании, при всех махинациях, фальсификациях, дали больше против, чем за. Поэтому на месте Путина не стоит обольщаться, никакой народной поддержки у них не было и нет, и уже не будет. Это первое. Второе. Конечно, часть населения все равно там 25-30% голосовали за Путина. Это люди, пораженные зомбопропагандой. Это люди, не понимающие, что они делают. Это обманутые. Ну вот мы с вами видели много там пленок, много видео, когда там бабки говорят, ой, а за что голосовали? Ой, да мы не знаем, нас попросили. Единственное, что мы расстраиваем, что вот там 10 тысяч дадут на детей, а что бы нам 10 тысяч не дали? Мы так были бы счастливы и довольны. Ну о чем можно говорить? Как говорится, вот эти люди там запрещают нам, вернее, ковыряться в носу, да? Вот эти люди определяют будущее России. Понятно, что в России сегодня огромное количество деградирующего населения, не читающего, не мыслящего, а полагающегося полностью на вот этот зомбоящик, где Киселева, Соловьева, там всякие Скобеева и прочие пропагандоны, не побоюсь этого слова, искажают полностью картину мира. Но они-то здесь искажают, а мы же видим, что какая мировая реакция пошла на путинский вот этот вот позорный полиписцит. Жесткая реакция. Все понимают, что все, в России больше никаких дел иметь не надо, кроме, ну как бы так сказать, ну да, будем разговаривать как вот с каким-то хулиганом во дворе, какой-то шпаной развязанной. Никаких уже контактов не будет, серьезных. Будут дополнительные санкции, будут какие-то другие меры приняты против России. К сожалению, для российского народа, но это будет. А с учетом того, что Россия, как оказалось, полностью уязвима от экспортных своих поставок сырьевых, ну, в общем-то, разговаривать с нами и на языке силы достаточно просто, как оказалось. Ну вот, кстати, по поводу санкций в Соединенных Штатах сейчас разворачивается огромнейший скандал, на самом деле, в связи с тем, что по данным разведки Соединенных Штатов, ГРУ, ну или точнее вот та структура, которая сейчас выполняет функции ГРУ, приплачивала калибам за атаки на солдат США и НАТО в Афганистане. И сейчас уже внесен санкционный проект двумя демократами, согласно которому впервые объектом санкций может стать Владимир Путин. И все это происходит, вот можно сказать, в день его обнуления. Скажите, как это вообще может повлиять на дальнейшие отношения двух стран? Что это значит вообще для российского руководства? Ну я хотел бы просто допомнить вам неверующим, а такие, наверное, тоже будут смотреть ваш канал, вашу передачу, что Советский Союз развалился как раз против ужесточающихся международных санкций. И экономика не выдержала, хотя она была гораздо более мощной и так далее. Поэтому совершенно очевидно, что любое осложнение в мире, в том числе санкционно, для России опасно, и для Путина опасно. То, что сегодня прозвучало очень жесткое, очень жесткое заявление Международного комитета Сената США, ну оно прозвучало вчера, наверное, потому что у нас там с опозданием идет время, у них на 8 часов позже, то это говорит о том, что там будут приняты серьезные меры, и будут сделаны серьезные выводы из вчерашнего позорнейшего клебисцита, так называемого, с далеко ими идущими международными последствиями. Там будет ужесточаться. Что касается скандала, я вчера разговаривал там с моими приятелями, которые живут в Сене-Статах Америки, скандал действительно разворачивается. Он обещает быть жутким, поскольку там помимо всех противоречий между партиями и элитами, есть еще конфликт в силовых и спецслужбах, разведка дает такие данные, Министерство обороны утверждает, что у них таких данных нет, но американцы это страна, которая должна будет дать ответ, и сейчас потребует расследования этих заявлений, тем более Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс это икона новостная в Соединенных Штатах Америки, это самая солидная газета, наверное, мира, самая влиятельная газета мира, и только Нью-Йорк Таймс решила сдать серьезнейшую информацию, серьезнейшую статью о подобных случаях, это говорит о том, что у них в загашнике есть очень серьезные источники, очень достоверные источники. Я поэтому думаю, что скандал в Америке будет продолжаться в любом случае уже десятки миллионов. Вот надо просто понимать, все сенаторы, все конгрессмены, президенты США зависят от американского народа. И вот сегодня уже десятки, многие десятки миллионов американцев, они считают, что так оно в России поступает, что оно заказывает за деньги талибам убийство американских военнослужащих. Я даже сейчас не берусь говорить, правда это неправда, это американская проблема, они пусть сами там доказывают, рассказывают, объясняют. Но надо понимать, что вот наш воинствующий антиамериканизм, что там мы можем в радиоактивный пепел всех обратить, там можем повторить, можем то, пиндосы, не пиндосы. Это все обернется большой проблемой для России, огромной проблемой. Ну вот там строили, строили, строили этот Северный поток-2, американцы говорят, нет, а мы сейчас примем санкции. И все, все остановилось, потому что никто не хочет ругаться с ведущей державой мира. Ведь они говорят, мы свои санкции примем против тех компаний, которые участвуют. Да нет, ну строите, но мы примем санкции, а весь мир-то нет, пожалуйста, вы можете делать что угодно. Но это мы против вас санкции. А оказывается, что все компании, все капиталы, все проекты, все технологии завязаны, задействованы на Соединенные Штаты Америки. Ну, давайте мы посмотрим, чем мы сейчас пользуемся, живем в России. Там начинают Кока-Колы и кончают айфонами, компьютерами и так далее. Программным обеспечением и так далее. Это все идет из Соединенных Штатов Америки. Фильмы из Соединенных Штатов Америки наполовину. То есть мы настолько зависим на самом деле от ведущей технологической и технической державы мира, что недооценивать влияние – это преступление противнорода. Потому что будут отдуваться-то люди в конечном итоге. Они будут страдать. Не Путин, хотя Путин тоже. Но в основном это будет идти катком по людям. По их интересам, по их материальную достатку и так далее. Вот поэтому я считаю, что это скандал, который в первую очередь объясняется растущим ответом на вот этот воинствующий антимириканизм российских властей. И он будет чреват тяжкими последствиями для России. Я хотел бы пояснить для наших зрителей, кстати говоря, ваше допущение по поводу того, что у Нью-Йорк Таймса действительно есть серьезные загашненькие материалы. Это правда. Вот сегодня очередной шажок в раскрытии вот этой информации. Согласно статье, получается, там был назван по имени конкретный посредник между российской разведкой и талибами. Да, вот человек-наркоторговец, который вроде как получал деньги от россиян и распределял их среди талибов. И тут я должен также пояснить, что, собственно говоря, вот не то что Минобороны США не согласны с этими данными, а скорее просто пока министр, назначенный недавно Трампом, сказал об этом. То есть, в принципе, там я наблюдаю достаточно серьезный консенсус, и поэтому шанс, что вот этот вот санкционный проект будет принят, очень высокий. Тем более, что они, вот эти санкции, включены в оборонный бюджет США, в проект оборонного бюджета на будущий год. А мы помним, что именно так были приняты первые санкции против Северного потока. Два, они были включены, подписаны как бюджет на следующий год. Поэтому, конечно, если действительно эти санкции будут введены лично против Владимира Путина, я думаю, что это будет беспрецедентным шагом, потому что мы не знаем фактически ни одного другого главу государства. Нет, нет, это не будет беспрецедентным шагом. Но надо вспомнить, что американцы вводили санкции против многих глав, ну, конечно, маленьких таких государств, которые подозревали там наркоторговлю, торговля оружием и так далее. Вспомните Панаму, вспомните Филиппины предыдущие, вспомните там еще ряд, там Каддафи и так далее. Американцы вводили санкции против глав государств. Это было очень достаточно болезненно и эффективно. Но, конечно, они никогда не вводили санкции против глав, скажем так, великих держав. Россия по-любому великая держава. И, конечно, это будет беспрецедентно с точки зрения введения санкций против стран двадцатки, да, условно говоря. Конечно, такого не было еще. Ну, посмотрим. Ну, конечно, вот эта политика расправ за рубежом, политика вмешательства в выборы, политика, вот, по-моему, или там подозрения в поощрении талибов, кубик от американского наслужащиха, серьезно, такого великие державы не допускают в мире. Я это очень хорошо знаю. Когда мы нас учили в высшей школе вот этой вот, в Академии разведки, нам говорили о том, что до 64-го года, допустим, там, Советский Союз придерживался тактики, когда посол мог быть еще и резидентом. И были там, да, чуть ли не до 80-х годов акции по устранению, да, проводила разведка. Но потом от этого отказались, ввиду того, что компрометация была очень слишком серьезная и огромные негативные последствия для страны. Поэтому отказали. Ну, как мы видим, что Путин возобновил самую поганую, самую подлую практику расправ своими оппонентами за рубежом, посылку всяких киллеров. Это и Болгария, это и Британия, это и Германия. Я думаю, что этот список неполный. Мы знаем о попытке госпереворота, которую готовила Россия в Черногории. Чем осложнилось страшное отношение с этой страной. Ну и так далее. Достаточно мы знаем об устранении политических оппонентов в Катаре, ну, в ряде других стран. То есть это говорит о том, что это не единичный случай, не случайная ошибка, там не эксцесс исполнителя, а это осознанная государственная политика. А такую государственную политику ни одна великая держава не может позволить проводить, поскольку она великая держава, она не может действовать такими криминальными, подлыми, абсолютно такими погромными действиями. Ну, методами. Ну что, я могу только сожалеть, что с нами это происходит. Ну вот на самом деле Путин ведь очень серьезно озабочен своей репутацией за рубежом. Уже нет. Уже нет. Ну, все-таки для него всегда важно было, чтобы к нему проявляли уважение, как к равному партнеру Соединенные Штаты. А теперь его хотят нести в санкционный список. Ну, уважение-то надо еще заработать и заслужить, понимаете. Вот одно дело, что хотеть уважение, а другое дело заслужить его своей выдержкой, своим поведением, своей верностью своему слову, честность, искренность. Вы знаете, на Западе вот наши не понимают. Вот ты на Западе можешь говорить чего угодно. И тебя будут вежливо слушать, чевать головами, даже вроде как соглашаться. И ты будешь думать, что да, вот ты себя как здорово всех обманул, как ты всех сделал. Вот это впечатление, оно очень обманчивое и ложное. Там смотрят не то, что ты рассказываешь, потому что они владеют фактурой больше тебя зачастую, а смотришь, что ты за человек, насколько ты искренний, насколько ты откровенный, насколько ты честный, насколько ты способен объективно оценивать ситуацию. И если они видят, что ты, извиняюсь, выражение лживый козел, ну, к тебе и отношение будет как к лживому козелу. Да, тебе это пожмут руку, покивают, скажут, давай, выезжай, дорогой. Мы очень рады были с тобой общаться, но больше тебя никуда не позовут. И руки тебе больше не подадут. Наши этого не понимают, и врут на пропалу, и там рассказывают о триумфе народной поддержки, о мирных действиях России, о том, как мы там защищаем Сирию по просьбе правительства Сирии, о том, как мы помогаем Центральной Африканской Республике мочить, так сказать, всех противников и оппонентов, включая наших журналистов, с помощью Вагнера, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, ведь, надо понимать, что они спрашивают нас не потому, что хотят что-то узнать, а потому, что хотят понять, что за люди перед ними. И когда они видят нагло колыбунов, мошенников и обманщиков, у них соответствующее отношение формируется к стране, к ее власти, к президенту, к послам и так далее. Вот, собственно говоря, что происходит в мире. А информации у них достаточно много, у них даже больше, чем у нас. Вот сейчас идет расследование гибели Боинга МН-17. Ну, и наши начали врать. Им раз пленочку, им два пленочку, им запись, которую никогда не публиковались нигде. Из рукава достают и говорят, а вот смотрите, а вот тут вот это. А вот идет обсуждение сбитого самолета. А вот здесь вот, пожалуйста, снимки с космоса. А вот, пожалуйста, вам данные радара. А вот вам это. А вот вам то. А вот вам установленные люди, которые охраняли буквы при транспортировке к этому поселку Снежному, там и так как он называется. И все. И все. И весь мир видит, насколько лжива позиция государства российского. Не народа, а государства. Ну, народ, опять заложник этого государства. Можно сказать, взят в плен и оккупирован этим государством. Но отношения отвратительные. Потому что с этими людьми, с этим государством нельзя ни о чем договаривать. Обманут, подставят, смошенничают, спальсифицируют. И будут нагло врать, как вот этот представитель избирательной комиссии, который закрывает при нас журнал. Говорят, а вы видели эти подписи? Говорят, видели. А теперь докажите. Говорят, ну открывайте журнал. Нет, журнал он не откроет. Докажите. Вот примерно так же ведет себя, к сожалению, и наш МИД, и российский президент. Говорят, а вы докажите, что МН мы не сбивали. Говорят, что мы сбивали. Ну, хорошо, ладно, да. Будет, как бы нам, мы вам докажем. Вот сейчас на весь мир России позорятся. Вот сейчас на весь мир России позорятся с проигрышем дел ЮКСа, там 50 миллиардов. И оно будет сейчас раскручиваться. Вот там сейчас Россия будет позориться со всеми этими вагнеровскими делами, которые сейчас находятся в списке санкционным в Соединенных Штатах Америки, сейчас Европейского Союза. Ну и так далее. То есть все потихонечку, потихонечку, потихонечку. Я все время пишу статьи, напоминаю, у меня были там две статьи, называлось «Кольца удава». Удав не раздавливает свою жертву. Он ее не уничтожает, не умершляет за секунды, а он ее душит часами. Он потихонечку, потихонечку, по миллиметру, по полсантиметра сжимает эти кольца, и жертва сама задыхает. Она перестает писать. Вот то же самое будет и Западу. У него достаточно времени, чтобы задушить путинский режим, путинское государство. Он будет потихонечку, потихонечку зажимать эти кольца. Где-то санкции, где-то ограничения, где-то запреты, где-то какие-то еще, так сказать, дополнительные ограничения. И так постепенно, потихонечку, потихонечку, до того момента, когда там уже либо будет белый флаг выкинут, либо произойдет смена режима. Я думаю, что так. Потому что сегодня у России нет союзников. Даже Белоруссия, даже Белоруссия с ее 26-летним по срокам президентом, который там, сейчас говорят, что 3% у него на самом деле реальный рейтинг, даже он не является союзником Путина, а уж ему деваться некуда, последний диктатор Европы, как его окрестили. Нет в России союзников. Все, они закончили. Мир другой стал. А Путин этого не понимает и не хочет понять. Он думает, что он всех сделал. Ну, вот сейчас он сделал, да. Но полтора миллиарда Газпром по решению международного суда уже Польша заплатил. Это только начало. Три миллиарда там еще там, я сейчас не помню, иск выиграл. То есть по большому счету потихонечку, потихонечку разоряют, раздевают крупнейшие российские компании, которые обслуживают путинский режим. И такая тактика будет продолжаться, она будет только нарастать. Я боюсь, что, к сожалению, у нас очень тяжелые времена. Народ России. И вот те люди, которые еще в тире поддержали Путина, я не верю, что у него рейтинг больше 20%. Но я не верю. Все-таки я уже 20 лет в политике, больше, чем 20 лет в политике. И до этого я был около политики. Я, с учетом своего опыта, не верю, что у Путина сегодня может быть рейтинг реальный, больше 25%. Но не может быть. Значит, все остальное это приписки, фальсификации, ложь и обман. Вообще, следует действительно признать, что, конечно, есть огромная разница между тем, как Владимир Путин представляет себе свою роль в международной арене и как реально относится к нему, да и к стране в целом. В частности, вот телеканал СНН сейчас только что передал слова нескольких высокопоставленных чиновников американской администрации, которые назвали Россию слабеющей державой и второсортным тоталитарным государством. Это я цитирую. Ну, а вы слышали, что сказал Китай? Китае сказали, что из 100% российских ракет 50% не смогут взлететь, а те, которые смогут взлететь, взорвутся на старт. И что это Китай. Это китайская крупнейшая, там, одна из самых крупнейших газет так написала. И что российского ядерного потенциала в принципе не стоит опасаться, потому что он из себя представляет набор старья и руками. Ну, я надеюсь, что это не так все. Но, тем не менее, сейчас даже в Китае отношения к России пренебрежительные. Еще не презрительные, но уже пренебрежительные. Поэтому, когда там Путин разворачивает оглобли на восток, ну, это ну, да, ну, можно по дешевке что-то продать. Китайцы на халяву что-то возьмут, он весь лес возьмут, возьмут весь газ, возьмут все нефть. Ну, по бросовым ценам а что не взять-то, что там для дураков, так сказать, если ничего не взять, кроме сырья, возьмут. Но уважение к каких-либо странно-стратегическим отношениям это не будет. Это просто какой-то временный тактический союз для того, чтобы извлечь выгоду из этого союза. Вот это точка зрения позиции Китая. У нас нет союза. Поэтому отношение к России становится все более пренебрежительным, а скоро будет и презрительным. Геннадий Владимирович, ну, вот мне кажется, что очень тяжелая ситуация сейчас складывается прежде всего для тех, кто готов внутри самой России протестовать, потому что на международной арене режим проигрывает, он окукливается, он хочет отыграться на противниках внутри России. И вот в этой ситуации что делать тем людям, которые не согласны с путинской администрацией? Какой бы вы совет им дали? Я сегодня опубликовал, ну, вчера ночью опубликовал статью, как раз дающую ответ на это, что делать. Ну, вот сейчас Алексей Навальный призвал к умному голосованию в 21-м году. Но, наверное, это надо делать, но это не основное и не самое важное. Я считаю, что там готовиться к любым выборам надо, и там, где можно одержать локальные победы, провести в Думу хотя бы там 5-10 нормальных депутатов, если вдруг я считаю, это надо делать. Но это не основное. Это не решает проблем смены власти. Сейчас Путин подарил всей оппозиции замечательную проездку дня. Вот, первое, мы объединяемся. Вся процедура и все результаты нелегитимны. Путин с сегодняшнего дня нелегитимен как президент избранного народа. Он просто предпринял, он разрушил конституцию, узурпировал власть. Это уже совершенно очевидно и признается мира. Второе, что нужно устраивать? Выстраивать общегражданский какой-то союз, фронт против того, чтобы Путин оставался у власти долей вот этого 24-го года. А может быть и раньше он должен быть. Потому что все, что он делает, он ведет страну к катастрофе. Вот сейчас надо объединяться в какое-то общегражданское объединение, в какой-то координационный совет, не знаю, как он будет называться, гражданский, общегражданский. И всем там и Навальным, и Гудковым, и Яшином, и всем-всем-всем и Яблоком, и Старым партиям, и Новым партиям. Всем объединяются выстраивать тактику разрушения, разоблачения Путина и его окружения, развенчания вот этих всех мифов и доведения рейтинга до реальных рейтингов, до нуля. Потому что если сегодня по телевидению начать рассказывать, что творит режим, рейтинг будет не нуля, он будет минус там 50 процентов или минус 100 процентов. Вот надо это делать, используя интернет, используя каналы, используя ютуб и так много-много чего можно использовать. Третий вопрос, конечно, нужны акции какие-то мирные, гражданского сопротивления, может быть, неповиновения, флешмобы. Нужно садиться, сажать креативных людей, которые сумеют это разработать и предложить. Ну да, безусловно, Путин будет отвечать репрессиями. Здесь надо понимать гранит и пределы применения силы. Сила сейчас используется, конечно, беспредельно, произвол силовой. Но что сейчас будет происходить? Сейчас будет происходить нарастание социального протеста. Дело в том, что экономика валится, выручки сократились, цены упали, коронавирус сильнейшим образом ударил по безработице, по доходам граждан. И сейчас к осени, уже, наверное, конец августа, сентябрь, начнут просыпаться даже те ватники, которые еще вчера поддержили Путина, говорили, что стабильность, что там, если не Путин, то кто и так далее. Они начнут требовать хлеба. Они просто не на что будут жить. А хлеба-то нет. И дальше ведь будет коллапс региональных бюджетов, коллапс пенсионного фонда. И в конечном итоге все это будут получать даже вот тех семей, которые сегодня как-то там живут и более-менее себя чувствуют. Они начнут резко сокращаться, как шагрениву кожу. И вот здесь к политическому протесту, к общегражданскому протесту присоединится мощнейший социальный протест низов. А это люди не с белыми ленточками, это люди не с белыми шариками, это люди не с высокими рассуждениями о конституционных правах и свободах, которые недоступны огромному количеству людей, просто в силу ограниченности мышления своего. Но через нищету, через развал своих семейных доходов они почувствуют, что ситуация резко ухудшается. И они обязательно будут выходить на ум. И вот здесь у Путина стоит главная альтернатива стрелять народ или не стрелять. Вот почему они сейчас жесткач включили? Они хотят избежать стрельбы на поражение. Они к этому готовы. Они сняли ограничения. Они вооружили, они там закупили кучу, так сказать, оружия летального и прочего, и оружия массового поражения. Но они боятся его применять. Они хотят методом запугивания вот там вышли на Пушкинскую площадь, вчера там никого не сдержали, а я уверен, что они потом начнут по домам приезжать к активистам и задерживать их. Я просто убежден, это такая подлая натура нынешнего режима. Вот. Они начнут, они запугивают, чтобы не вышли. Почему они шамана там этого посадили, психушку? А потому что Габышев, идя от Якутска к Москве, он мог бы собрать миллион, которые присоединились к его маршу. А они этого боятся. Они боятся, что кто выйдет, а 10 человек выйдет, к ним присоединится миллион. И они пытаются запугать, чтобы никто не вышел, чтобы к миллиону присоединяться было не к кому. Поэтому вот такая тактика. Это говорит о том, что они пока очень боятся стрелять народ. Они понимают, что 905 год произошел из расстрела и демонстрации, 917 февраль произошел из-за того, что вовремя царь не ушел. И уж не говоря об октябре 17-го, который дал старт самому кровавому периоду в истории российского государства, когда там десятки миллионов поплатили жизнью. Многие десятки миллионов поплатили жизнью. Вот поэтому они хотят избежать пока стрельбы. И вот здесь появляется окно возможностей у гражданского движения, у сопротивления. Готовиться к Думе? Ну, я почти, ну, я уверен, как говорится, запомните нашу беседу. Я думаю, что будет объявлено досрочных выборов. Об этом уже сейчас там заговорили всякие кремлевские подпевалы, типа там Сергея Миронова и так далее. Нет, досрочные думские выборы. Вот сейчас Навалик-то к чему призвал? Готовиться к думским выборам. Но это, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, сейчас их объявят в августе месяце. И скажут, голосование, отличная практика, мы убедились, что она работает. Голосовать будем неделю, будем голосовать с надобными обходами, объявим карантин, объявим вторую волну, будут ходить у нас санэпидемстанции по всем домам с урнами, все сидите дома, мы к вам придем. Да, будем лазить по этим вброд идти, лазить по мостам без перил, но чтобы только прийти к вам, попробуйте не проголосовать. И, естественно, будут голосовать неделю, там 10 дней, когда можно спальсифицировать все, что угодно, запретят наблюдения, запретят журналистов, запретят агитировать против, как это сейчас произошло. Ну и, в общем, превратят такие же выборы, думают, в путинское голосование по поправкам Конституции 2.0, версии 2.0. Поэтому, да, если есть возможность добиться результата локального на выборах, это надо делать, но главное, на мой взгляд, сейчас формирование единого гражданского фронта против Путина с единым лозунгом Путин обязан, он должен уйти. Иначе он уже нарушил свою присягу. Вот почитайте текст присяги президента, прям в интернете открываете, смотрите, там всего там 8 строчек или 9. Она очень простая. Он клянется соблюдать права и свободы, делать приоритет на своей деятельности. Он клянется соблюдать Конституцию и обеспечивать ее работу на территории России, защищать там сорону от внешних врагов, поддерживать суверенитет и целостность территориальную. Вот и все, собственно говоря, что обещал президент, кладя руку на Конституцию. Сейчас мы знаем, что он положил на Конституцию совершенно другую часть тела, и это уже отступление от присяги. Это нарушение присяги, это нарушение клятвы, которое давал президент народу Российской Федерации. Он нелегитимен. Все. Поэтому вот, мне кажется, это главное должно стать содержанием объединения людей в гражданском протесте, в гражданском фронте. Может быть, если сейчас мы видим жесткач, ну, конечно, мы говорим сейчас о мирных шагах, о мирных местах. Понятно, что если Путин применит оружие, мы будем говорить с вами о другом ответе народа, да? Но пока это оружие не применено, значит, есть возможность каких-то мирных акций. Это не обязательно массовый выход на улицу. Это могут быть локальные какие-то акции гражданского непонимения. Это могут быть какие-то эпикеты. Это могут быть какие-то флешмобы. Это обязательное разоблачение лжей и обмана в СМИ, во всех возможных электронных СМИ, интернете, ютюбах и так далее. Выпуск каких-то плакатов, выпуск каких-то жаб, там, фото, видео. То есть люди должны понять, люди должны в голос смеяться над Путиным и его режимом. Должны просто понимать, что это ничтожный, презираемый и антинародный режим, который ведет страну к катастрофе. Вот первое, что должно обеспечить объединенные усилия оппозиции, это сделать так, чтобы 80%, 90% понимали порочность режима Путина, его опасность для страны, понимали уровень аморальности и преступности этого режима. Вот что надо сделать. Это главное. А если мы сумеем добиться локальных успехов на выборах в Госдуму, на выборах в регионах, на выборах в Министерстве, надо это делать. Безусловно. Это тоже очень важная часть удара по режиму. Знаете, со всех сторон его надо атаковать мирными способами, легальными способами. Мы не можем позволить себе криминал в отличие от криминала, который широко использует власть. И вот это надо сейчас сделать. И Путин создал повестку, он стал единым объектом для критики, объектом для разоблачений, объектом для насмешек и презрения. Вот надо понимать, что он сам себя поставил в такое положение. Просто вспомните, все эти годы ругали Единую Россию, правительство Медведева, губернаторов, мэров, коррупционеров и так далее. Не дрогали Путина. Все, это время позади. Оно прошло. Сейчас главный, виновник всех бед России, Владимир Владимирович Путин. Потому что он узурпировал власть, он ее удерживает словным способом, он обманул народ, он провел позорнейшую, так сказать, процедуру, так называемого, голосования, сковеркнул изуродовую конституцию, и он ничего не заслуживает кроме народного негодования. Вот и все. Остается надеяться, что российские не согласны прислушиваться к вашему призыву, объединяться. Очевидно, что запрос на вашу центристскую объединительную позицию большой, потому что последнее наше с вами интервью посмотрело уже полмиллиона человек. Ого! Мы попали с вами в резонанс в общем-то народных ожиданий. Но в Кремле считают меня заклятым врагом, и я постоянно получаю прямые косвенные угрозы о том, что они готовы со мной разобраться. Поэтому, видимо, у них другое впечатление о критике. И они считают, что моя критика уже выходит в разряд радикальных, чуть ли там не экстремистских. Хотя я говорю только о тех прогнозах, которые совершенно очевидны. Они просто лежат на поверхности. И тех мер мирной борьбы, которые должно сегодня использовать гражданское общество, лидеры оппозиции, лидеры общественного мнения, общественной организации и так далее, объединив свои усилия. Вот именно к этому мы всех призываем. Но я думаю, что в Кремле просто умеют считать. Они взглянули на цифры ваших просмотров на разных каналах и пришли к выводу, что вы действительно серьезный соперник, так что в администрации Путина по достоинству оценили ваши усилия. Ну, я очень рад, что они так оценивают нашу с вами работу. Вот так высоко оценивают эту работу. Значит, мы делаем важные дела. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Это были Геннадий Гудков и Александр Кушнарь. Подпишитесь на Ньюсейдер, если еще не сделали этого, чтобы получать уведомления о наших новых материалах. А также, при желании, можете поддержать нас через платформу Патреон и другие ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. Спасибо, что остаетесь с нами и отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает нас. Берегите себя. Спасибо. 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 .